Здравствуйте, уважаемые телезрители Первого городского телеканала! В пятницу в 17.20 мы начинаем наш, как всегда, в это время традиционный проект «Совещание с сын». Сегодня к нам в прямой эфир пришла пообщаться со мной и с вами, конечно же, дорогие телезрители, начальник управления экологией Исполнительного комитета Криворожского городского совета Светлана Андреевна Охотникова. Здравствуйте! Здравствуйте! Мало 20 минут у нас получается для нашего проекта, поэтому сразу перейдем к вопросам, чтобы услышать на них ответы. Экология тоже волнует криворожан, от неё много проблем и у города, и у каждого, кто живёт в этом городе, поэтому будем обсуждать, как решать эти проблемы. Начнём с того, какие экологические проблемы города можно назвать наиболее распространёнными. Ну, с учётом того, что город Кривой Рог — это очень промышленный город, поэтому проблем экологических много. Восемь предприятий горнодобывающей промышленности, которые занимаются добычей железнодрудного сырья, находятся именно в городе Кривом Роге. Если их 11 по Украине, то 8 в Кривбасе, поэтому проблем очень много. Одна из важнейших проблем, которая волнует каждого жителя нашего города, — это же состояние атмосферного воздуха, его загрязнение. 45% от всех выбросов под Днепропетровской области составляют именно выбросы предприятий города Кривого Рога, поэтому проблема важна. Но хочу отметить, что за 5 лет, вот начиная с 2011 года, проанализировав информацию, статистическую отчётность всех предприятий, можно сказать, что наблюдается тенденция уменьшения объёмов выбросов загрязнений. Это связано с уменьшением производства и оборотов производства? Конечно же, в первую очередь это связано со снижением объёма производства, но в то же время и экологический эффект мы видим от внедрения мероприятий. В первую очередь, Арселор Миттл Кривой Рог. Там идёт модернизация в конвертерном цехе, занимается модернизация агломерационного цеха на НКГОКе. И модернизирована доменная печь номер 6, сейчас остановлены коксовые батареи номер 5 и 6. Поэтому от мероприятий природоохраны... Насколько руководство комбината Арселор общается в экологических вопросах с руководством города? Есть ли в этом понимание? Потому что международная компания имеет центральный офис в Лондоне, здесь находится предприятие. Идёт ли беседа на этот счёт? Хотят ли они улучшить жизнь криворожан? Или всё-таки это предприятие живёт своей жизнью, главное, согласно закону Украины? Я думаю, что для каждого работника криворожстали, так как он является Арселор Миттл Кривой Рог, является жителем Кривого Рога, важны проблемы и положительное решение проблем в экологической сфере. Есть много обязательств. Арселор Миттл Кривой Рог – это предприятие, которое даёт 82% объёма выбросов именно по атмосферному воздуху в общем объёме выбросов по городу. Поэтому у Арселор Миттл Кривой Рог повышенные обязательства и у нас повышенные требования к этому предприятию, так как они основные загрязнители. Не хочу заговорить слово «загрязнители», но которые имеют негативное воздействие, наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и в первую очередь на атмосферный воздух. А кто следующий по списку после них? Потом идёт Южный комбинат, на втором месте Южный комбинат, так как агломерационное производство – это основной загрязнитель, и это производство есть на Арселор Миттл Кривой Рог и на Южном комбинате. Наверное, я просто как-то в беседе понимаю, что возник сам собой такой вопрос. Вы назвали разные предприятия, которые находятся в разных частях города. Криворожанину не надо рассказывать, где начинается и заканчивается Арселор, или где находится ЮГОК. А вот вопрос такой, я думаю, что вы проводили замеры. Какой самый чистый в городе район? Город сам по себе, все знают, что непростой по экологической ситуации в Украине, но вот самый экологически чистый район из таких густонаселённых? Более чистые территории по загрязнённости, по уменьшению загрязнённости, начиная уже от Саксаганского района, Жавтневой, Терновской. В своё время я работала в экологической инспекции, и мы проводили очень на уровне государства, была такая программа – мониторинг загрязнения почв. И вот именно по составу тяжёлых металлов в почвах мы определяли содержание. И вот именно в Жавтневом районе, район Заречного, по показателям тяжёлых металлов почвы, был самый позитивный, самый положительный. Сейчас вздохнуло несколько тысяч криворожан, живущих на Заречном. Фу, как нам повезло. Давайте разбираться теперь с тем, чем занимается конкретно ваше управление, какие отделы входят, сколько людей у вас работают, и как вы контролируете экологическую жизнь города. Управление экологией – это структурное подразделение из полкома городского совета. Штат состоит из 10 специалистов. Это два отдела. Отдел охраны окружающей среды и отдел мониторинга экологических показателей. Хочу отметить о том, что большая половина специалистов управления – это именно специалисты-экологи, которые профессионально получили образование в нашем техническом университете, на факультете экологии, и которые уже имеют опыт работы в сфере. И есть молодые специалисты, но все очень целеустремлённые, очень пытливые, и опыт тот, который уже есть накопленный в управлении, он передаётся, и у нас такая атмосфера повышения профессионального уровня специалистов. Но это внутри. А давайте поговорим снаружи. Чем Вы занимаетесь? Какие рычаги давления у Вас на те или иные проблемы, которые возникают в экологической ситуации в городе? Значит, мы работаем чётко в правовом поле, то есть согласно требованию норм действующего законодательства. Основные задачи и функции управления – это реализация государственной и местной политики на улучшение охраны окружающей природной среды. Это координация работы предприятий и контроль в рамках полномочий, которые определены законом, по контролю предприятиями соблюдения природоохранного законодательства. Хорошо, давайте теперь поговорим о других организациях, которые параллельно с Вами занимаются тем, что наблюдают за охраной природы вокруг Кривого Рога и внутри него. Есть ли службы, которые несут какой-то независимый анализ ситуации экологической? Потому что мы знаем, что при каждом комбинате есть свои службы. Есть такая служба у Криворожского исполкома, но кто проводит самый независимый во всех смыслах этого слова анализ? По закону, значит, есть государственные органы, которые определены по проведению государственного контроля за соблюдением законодательства. У нас работает отдел экологической инспекции в Днепропетровской области, который осуществляет государственный контроль на предприятиях и всеми субъектами хозяйственными соблюдения норм природоохранного законодательства. Есть лаборатория гидромета. Это в структуре службы надзвичайных ситуаций, которая контролирует состояние атмосферного воздуха в городе. И есть лабораторный центр бывшей санитарной службы, которые сейчас переподчинены Министерству охраны здоровья, который осуществляет санитарно-гигиенический контроль за показателями окружающей среды. Тогда давайте поговорим о том, я понимаю, что предприятия, несмотря на то, что хоть и загрязняют среду, но за это платят деньги. Платят эти деньги в виде налога, который правильно, экологический налог называется. Но дело в том, что там тоже происходят изменения в связи с изменениями структуры жизни, вот сейчас связанной с децентрализацией в Украине. Как этот налог платили? Когда появился этот налог? Какие процентные ставки этого налога? И как оплачивает этот налог предприятий сейчас? И самое главное, как эти деньги доходят до тех людей, чей воздух эти предприятия загрязняют? Ну, хочу сказать, что эти платежи являются обязательными для предприятий, которые имеют влияние на окружающую среду. Они определены нормами бюджетного кодекса и налогового кодекса. Значит, на этот год хочу сказать, что бюджетным кодексом предусмотрено, вот если 100% экологического налога, то распределение происходит таким образом. 20% – это государственный бюджет, 25% – местный бюджет и 55% – это поступление экологического налога в областной бюджет. То есть, из порядка более 140 миллионов гривен, которые оплатили наши предприятия, Криворожские предприятия за прошлый год, то есть городской бюджет, целевой фонд охраны окружающей среды на решение своих проблем экологических получил всего лишь 25%. 55% – большая часть – уходит в область. В областной бюджет, да. Куда эти деньги потом деваются, насколько направленно используются эти суммы, возвращаются ли они в Криворог, и эти деньги попадают в общую казну бюджета области, либо это какие-то конкретные статьи расходов по защите? Вообще, в законе предусмотрено, что это целевой фонд охраны окружающей среды в городском бюджете или в областном бюджете. Я могу говорить за использование средств нашего бюджета. Давайте поговорим. На природоохранные мероприятия. Я почему удивился, потому что вы сказали, что 55% в область. Вы получаете с этих 50% что-то себе в Криворог? Ну… Как Криворог. В общем-то, эти деньги мы должны у области просить. Для того, чтобы вернуть хотя бы часть этих денег, этих платежей в город, мы должны писать письма, мы должны отстаивать, мы должны обосновывать, и это не есть правильно и справедливо. И хочу еще отметить, что есть еще такой экологический платеж, как рентная плата за пользование недрами и использование водных ресурсов. И по бюджетному кодексу наши предприятия оплачивают очень большие деньги за эти использования природных ресурсов. Это больше полутора миллиарда гривен. И городской бюджет из этих средств не получает вообще ничего. 50% ведут государственный бюджет. То есть вода Криворожская, а деньги уходят на Киеве. Недра в городе, земля нарушается в городе, добыча ведется в городе, отвалы в городе. Ну, то есть, опять же, таких конкретных векторов, как эти деньги возвращаются для решения экологических городских проблем, назад с Киева, их нет, да? Такого механизма прописанного, что так должно быть, нет. Хорошо, давайте тогда обсудим хотя бы ту небольшую часть, которая остается здесь в городе. Что это за деньги, какое количество в гривнах, в проценте. Я с вашего разрешения еще хочу вернуться, что каждый сейчас житель, который нас слушает, думает несправедливо. И что же делается, почему власти, допустим, никак на это не реагируют. Поэтому я хочу сказать, что по инициативе городского головы весной был поднят этот вопрос. Мы направили обращение в Кабинет министров, в Верховный совет о пересмотре и внесении изменений в бюджетный кодекс, то есть о восстановлении справедливости, чтобы 100% экологического налога поступало в городской бюджет для решения экологических проблем в городе. и 50% рентной платы. Это значительные деньги, которые бы действительно помогли бы нам решить экологические проблемы, которых у нас очень много. Как вы думаете, как отреагирует власть украинская на такое предложение городское? Мы отслеживаем этот вопрос. И хочу сказать, вот на сейчас открывшуюся пятую сессию Верховного совета, в повестку дня внесен этот проект. Дело в том, что тут, понимаете, нюанс в чем? Город уникальный, потому что очень большой, наверное, самый промышленный в Украине, наверное, самый экологически проблемный в Украине, но город с маленьким нюансом, не являющийся областным центром. И получается, что все деньги, которые отсюда уходят, они сначала на Киев, потом с Киева в Днепропетровске, потом что-то частично здесь. Да, вот децентрализация. Вот Киев объясняет нам, что, извините, мы в местный бюджет вернули 80% экологического налога, но при этом они не делают акцент на том, что 50% это областной бюджет, а местные всего лишь 25%. Ну, если бы у нас был областной центр, наверное, как Днепропетровску, с этим легче с этими деньгами обходиться. Давайте все-таки вернемся к деньгам, которые остаются здесь, в Криумроге. Как вы их используете, какая это сумма, и как они помогают решить экологические проблемы города? Ну, сумма незначительная, это порядка 36 миллионов гривен. Значит, депутатами рассматривается использование этих средств, они идут четко на выполнение природоохранных мероприятий. Основные мероприятия – это восстановление и строительство канализационных коллекторов, для того, чтобы не допускать сбросов канализационных стоков, загрязнения земель и загрязнения водных ресурсов, и санитарное состояние. Это подтопление скоростного трамвая, который является транспортной артерией, экологически чистым видом транспорта. Это озеленение и уходные работы по озеленению в городе. Это обслуживание автоматизированной системы мониторинга. Ну, это чисто незначительный причем. Я так понимаю, есть какая-то определенная программа, есть определенный алгоритм разработанный, по которому это действует? Это выполняется только в рамках программы. Это программа, вот у нас действовал первый этап экологической программы с 2011 по 2015 год. Мы достигли определенных результатов. Это то, что я говорила, снижение объема выбросов на 17% в этом мероприятии. Но сейчас время требует и диктует нам более серьезные подходы к решению экологических проблем. Принят стратегический план развития города до 2025 года. Мы берем обязательства, повышенные к себе, и перед предприятиями промышленными ставим же такие задачи. И сейчас разрабатывается, и уже, в общем-то, готово, и на сессию в сентябре будет представлен новый проект городской местной программы. Основные пункты этого проекта? Это 8 направлений, это 8 разделов программы. Атмосферный воздух, рациональное использование охраны водных ресурсов, обращение с отходами, с промышленными, с бытовыми. Это мониторинг, это расширение системы мониторинга и контроля. Очень большой раздел охраны недр, очень большой раздел именно повышения культуры экологического, как бы развития каждого жителя, и в первую очередь молодого поколения в городе. Это поддержка общественных организаций, общественного движения экологического в городе. Проведение общественных экспертиз всех проектов, которые предприятиями разрабатываются и в городе разрабатываются. Ну, она охватывает все направления и вплоть до мелочей. Мы не успеваем охватить все вопросы, которые у нас на сегодня запланированы. Три минуты осталось, я хочу их выделить для темы, которая актуальна именно на данный момент, потому что те вопросы, которые можно будет обсудить в дальнейшем, мы обсудим в наших дальнейших программах. Надеюсь, что вы ответите на наше приглашение и тоже придете. А тема, ну, актуальная, как нельзя кстати, это сжигание листьев, сжигание сухостоев, это дачники, частный сектор, это сейчас еще больше будет опадать листьев. Иногда непонятно вообще вроде бы кто поджигает, вроде убирают службы коммунальные, коммунальные, а потом это вся большая, огромная куча листьев горит. На это стали в последнее время очень обращать внимание, за этим очень следят, но все равно это происходит. Как вы боретесь с этой проблемой? Является ли это проблемой? Вот этот дым от сжигания обычных листьев, что он представляет собой именно в кривом роге? Потому что я понимаю, сжигать листья в кривом роге и на Майорке, это совершенно разные вещи. Ну да, потому что листья это фильтр природный, поэтому они впитывают в себя все загрязняющие вещества, при этом у нас дачники и частный сектор сжигают всю листву, все сухие остатки растительности на своих огородах, при этом они во время сезона обрыскивают и химическими веществами, и тот же картофель, и зеленые насаждения, деревья, и вот при сжигании все вот эти канцерогенные вредные вещества выбрасываются в воздух. Вы боретесь с этим? Мы с этим боремся разъяснительной работой. Мы проводим очень большую работу и пытаемся донести каждому этот вред и не делать этого. В частному сектору предлагаем устраивать компостные небольшие ямы у себя на огороде для того, чтобы заскладировать эти отходы, эту листву, и потом использовать ее как удовлетворение. А если такой возможности нет, куда девать эти листья, куда девать сухостой этот? Если нет такой возможности, выносить на контейнерные площадки, в контейнера, и Экоспедстранс вывозит. И если необходимо, они изменяют график по заявке коммунальных управляющих компаний или управителей, или квартальных в частном секторе. Они увеличивают графики забора мусора бытового и вывозят эту листву. Бывает ли так, что сжигают листву люди, которые ее убирают? Я имею в виду службы коммунальные. Я не могу утверждать. Не от злого умысла всей коммунальной службы, а может по человеческому фактору, чтобы меньше этим заниматься, сжег и пошел домой. Дело в том, что коммунальная служба, она же не вывозит. Вывозить будет Экоспедстранс. Поэтому платят за это жители города. Поэтому коммунальщикам, я не знаю, в чем смысл. Может быть, разве по старинке пожилые люди знают, что раньше сжигали. Но хочу сказать и обратиться к жителям, что сейчас полиция, патрульная полиция тоже наделена функциями составления протоколов за сжигание листьев. Поэтому если вы четко знаете факт сжигания и знаете лицо, которое такое правонарушение совершает, пожалуйста, обращайтесь в патрульную полицию. Они будут очень оперативно реагировать на это, составлять протоколы. Возможно, таким путем. Не очень бы хотелось кого-то рублем наказывать за это, но, к сожалению, с этим фактом нужно бороться. Хорошо. 30 секунд осталось у нас эфира. Скажите, как могут люди с вами связаться? Какой контактный отдел ваше управление? И с какими вопросами можно туда обращаться? Обращаться можно по любому вопросу, касаемо природоохранного законодательства, проблем экологии. Значит, приемный день – это вторник у меня с 9 до 16, обеденный перерыв с 12.30 до 13. Телефоны управления 74-92-56, 92-13-63 и 74-56-41. Это вот три телефона, которые у нас в управлении. Большое спасибо. Для всех, кто не успел записать эти телефоны, я советую вам заходить на наш официальный сайт. Там в разделе проектов есть проект «Совещание СЫ». Находите нашу программу и в повторе, конечно же, со ссылочкой на сервис YouTube можете пересмотреть программу и перезаписать телефоны. В проекте «Совещание СЫ» сегодня со мной общалась начальник управления экологией исполнительного комитета Криворожского городского совета Охотникова Светлана Андреевна. Большое спасибо за предметную беседу и очень надеемся видеть вас снова в нашей студии. Всего доброго. Приглашайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова А.Кулакова